Продолжение следует... Продолжение следует... У нас, вот вы знаете, в просвещении достаточно такая хорошая сложилась традиция. Это не только выездные семинары в города и весе нашей необъятной Родины, да. Но мы проводим фактически каждый месяц ведущие эксперты, учителя, авторы, пособий. И различные вебинары, да. И на сайте просвещения всегда находится эта информация, всегда вы можете найти. Поэтому даже если вдруг что-то, вот может быть сегодня не успеваете, да. Кто-то пошел в другие залы, вы можете коллегам сказать, что вот, например, эта проблематика связанная с устной частью и ЕГЭ, и ОГЭ, она нормально может быть представлена вот в таком варианте офлайна. Плюс к этому я, конечно, свой адрес оставляю для того, чтобы продолжать тот обмен опытом, который мы с вами постоянно в течение вот этих лет, особенно с введением устной части, ну прям активно, я считаю, ведем, да. У вас появляются вопросы, вы постоянно их пишете, мы как-то с вами обмениваемся опытом, у нас появляются какие-то общие идеи. И вы знаете, у нас такая проблема сегодня возникает, и мне кажется, она очень серьезная. Вот только сегодня разговаривал с рядом автором, авторов наших учебников, у нас получается так, что часто авторы вообще не очень причастны к разработке, апробации, проведению ЕГЭ. И получается, что авторы, ну фактически тоже часто бывают заложниками, потому что они просто не знают до конца деталей, вот то, что там мы на наших совещаниях, обучениях, семинарах, когда мы проводим встречи с председателями, ведущими экспертами, на базе ФИПИ в первую очередь проводим. Мне кажется, это неправильно. Вот я сегодня обязательно после нашего семинара снова обязательно встречусь с Марией Валерьевной Вербицкой, или напишу сегодня, если не успею встретиться, потому что сейчас параллельно у нас не лекции, проходит почему-то одновременно, она мне уже сказала. Вот поэтому я обязательно считаю, что надо какие-то создавать семинары, чтобы не подставлять учителя в первую очередь, потому что когда учитель готовит, он должен открывать учебно-методический комплект и в учебно-методическом комплекте находить все, да, все материалы. Причем, замечу, коллеги, ведь у нас с вами очень сложная сейчас ситуация. Смотрите, помимо того, что мы фактически в таком вот быстром темпе вводим устную часть в девятом классе, в одиннадцатом классе, нас в ноябре ожидают проверочные работы по всей стране в шестых и восьмых классах, знаете, наверное, да, сейчас мы тоже будем готовить ряд пособий, потому что Рособоронадзор, ну, как бы заинтересован в учителях, практиках, чтобы об этом вот как-то было представлен материал, и надо разрабатывать модель, а модель разрабатывать для шестиклассников и восьмиклассников еще сложнее, потому что это разные учебно-методические комплекты, это разные авторские линии, а должен быть как бы единый подход все равно в оценивании. Причем вот я стою на позиции, чтобы это сделано было достаточно так прозрачно, четко, понятно для учителя, который открывает эту диагностическую работу и понимает, что от его детей хотят. А не то, что вот мне сейчас порой мои коллеги присылают из некоторых регионов на апробацию в пятых классах, в шестых, ну, там такие работы, фактически формата ОГЭ девятого класса, которые диву даешься, ну, вообще, вы понимаете, что девятиклассник и пятиклассник – это разный уровень, языковой, речевой и всякой другой, в том числе психолого-педагогической подготовки. А у нас сегодня все работы вот в одном ключе, что называется. Поэтому работы очень много. Плюс, смотрите, у нас с вами 2020 год, 2022 год, вводится уже обязательное ЕГЭ по иностранным языкам, вводится обязательное ОГЭ. В этом году, вы, наверное, заметили, у нас резко увеличилось число детей, которые будут сдавать в девятом классе ОГЭ. И не потому, что им захотелось вдруг, но им ввели четыре экзамена. А наши детки, да, решили, что, ну, английский, наверное, это один из самых легких предметов, да. Чего бы его не выбрать, да, и не начать сдавать. Поэтому, соответственно, сегодня мы видим с вами армию уже детей, которые выбрали экзамен. Хорошо в этом году этих детей не будут наказывать оценками с точки зрения лишения аттестата, вы знаете, да. Русский математика сохраняется, а все остальные предметы – еще два. Это просто фактически так попробуй. А на следующие годы уже будет пять ОГЭ, и они уже будут фактически обязательны с точки зрения оценки. А через год будет шесть ОГЭ. А, соответственно, если мы говорим о том, что наш предмет вот действительно много детей хочет сдавать, и собирается сдавать, и будет сдавать, то, конечно, работы учителя очень много. Я бы отдельно, конечно, попросил бы потом какие-то, может быть, тоже лекции или семинары, вот по ходу того, что сегодня Российская Академия Образования уже разработала проекты, и в ряде регионов, вот в том числе мы у себя в регионе, проводили апробацию по ЕГЭ базовому и ЕГЭ углубленному 2022 году. Это ведь совершенно тоже другие подходы. И это же тоже не сегодня, но ведь и не так долго уже это время занимает. Поэтому я к тому, что, ну, много проблем, и поэтому очень хочется, чтобы хотя бы мы между собой с вами как-то могли договариваться, слышать друг друга, понимать, поддерживать. Ну, просто вот поэтому и говорю, что давайте писать, спрашивать, будем вместе какие-то идеи выдвигать, встречаться с разработчиками, с ведущими экспертами, потому что учитель все равно выставлен такую траекторию развития сегодня, что он на всех инструментах должен уметь играть, да. И то, что он точно должен быть экспертом, даже если он не является экспертом, потому что работать в 8-11 классах сегодня-то просто невозможно, если ты не знаешь особенности проведения ОГЭ, не знаешь особенности проведения тех же самых устных частей, да. Поэтому я к тому, что вот просто предлагаю такое наше сотрудничество постоянное, и поэтому вот свой адрес так долго держу сегодня здесь. А любой, любой ОМК, по которому мы с вами работаем, ну, вот я работаю как учитель очень давно по учебникам Starlight, поэтому мне легче о них говорить в качестве примера. Вы можете работать по другим учебникам, но вы знаете, что действительно курсы вот так выстраиваются сегодня, что нам всегда материалов не хватает. Хотя я вот очень благодарен, например, издательству просвещения за то, что мощная подпитка постоянно для учителя идет через различные формы вот сетевого взаимодействия. Я, конечно, в первую очередь имею в виду сайты, которые у нас есть по нашим учебникам, да, и Starlight, и Spotlight, и учебникам Владимира Петровича Кузовлева, да. Поэтому в этом плане я считаю, что хорошо, что мы можем постоянно иметь материалы. Вы знаете, что на этих сайтах находятся все материалы. Что касается аудиозаписи, это не очень такой, очень важный компонент, немаловажный компонент. Вы бесплатно можете оттуда скачать. Мне очень нравится, что появляются различные дополнительные материалы. У нас же сегодня авторы часто ограничены, еще и санпин часто, да, и очень серьезно. Книжка должна весить столько-то грамм, да, не столько-то килограмм, не дай бог, да. И поэтому, соответственно, вы нам заметили, что дополнительные материалы многих учебников, ко многим учебникам, ну вот в том числе, например, на примере Starlight, это я точно знаю, хорошо использую, они размещаются в бесплатный доступ для учителя вот на этих сайтах. Поэтому я всегда тоже призываю коллег, что посмотрите на эти сайты, зайдите туда, возьмите материал. Даже если вы не работаете по тому УМК, там все равно находится очень интересный опыт. Я всегда призываю коллег посмотреть на методическую копилку, на методический опыт. Вы же знаете, что просвещение бесплатно готово публиковать все работы учителей, выдавать сертификаты. Но это тоже неплохой достаточно опыт, и он нужен учителю сегодня, потому что сегодня, наверное, бумажка достаточно большую роль у нас с вами играет в жизни, в аттестациях, и в стимулированиях, и во всех других вещах. Поэтому, естественно, КУМК всегда в конце любого учебника появляются вот такие рекомендации, то есть рекомендуем использовать. И вот наши пособия, которые мы сегодня представляем, о которых говорим сегодня, и даже больше сегодня я буду говорить, наверное, не о пособиях, а именно об эффективных методах подготовки и техниках к проведению ЕГЭ и УГЭ по английскому языку в устной части в 9-х и в 11-х классах, они, конечно, просто являются тем связующим звеном. Ну, потому что, ну вот, в прошлом году возникла у нас такая проблема с вами, да, возникла устная часть, возникла устная часть фактически спонтанно для учителя, да, хотя мы проводили 3 года апробацию, да, но вот так четко понимая, что это будет точно, да, и надо сдавать в 2015 году, ну, все-таки это действительно было таким серьезным испытанием. Поэтому мы посчитали, что к нашим учебникам, да, надо выпустить вот эти пособия, которые просто позволят, ну, держать связку учителю, понимать, что надо сделать, а при этом вы нам заметили, что вот принцип построения наших пособий заключается в том, что мы стараемся в первом варианте досконально для ребенка, глазами ребенка рассказать, как это будет, рассказать подробно, пошагово, поэтапно, на достаточно простом языке, кстати, ну, потому что очень часто открываешь пособия некоторых авторов и думаешь, для кого написано, да, сможет ли твой ребенок вообще осилить все эти примеры, образцы и так далее. Вот смысл наших пособий заключается в том, что есть проблема, надо ее решать. Возникла проблема в том, что надо было обязательно создать электронный тренажер, именно к ЕГЭ, устной части. Мы это сделали, потому что, ну, а что детей подставлять, когда они совершенно вот были просто не готовы, да, и не знали, как, что там будет в этих наушниках, да, как это будет цифровая запись идти, что такое компьютеризированное тестирование. Может быть, и знали некоторые, но вот так вот массово в стране-то не было такой информации. Поэтому очень хорошо, что мы именно нашли общий язык, и я благодарен просвещению, что мы нашли общий язык именно с компанией Аби, которая непосредственно у нас, если вы не знаете или знаете, является единственным поставщиком услуг все, что касается сканирования, верификации вот ЕГЭ и ОГЭ в Российской Федерации. Поэтому наш тренажер, он не потому что какой-то идеальный там или особенный, он просто потому что приближен максимально к реальному экзамену, а значит позволяет учителю, ребенку просто реально понимать, как все это строится. Вот снова, если возникает проблема, как работать, потому что это надо отдельно проводить семинары и лекции, но у меня уже есть разработки в виде планирования, каких-то маленьких таких рекомендаций, элективных курсов по этим пособиям. Пожалуйста, можно связаться и про это проговорить. При этом, я считаю, мы правильно сделали в электронном тренажере в 11 классе, и вот практика целого года показала, и сейчас мы сделали же переиздание, потому что, вы знаете, у нас снова поменялось немного, немного в устной части подходы, да, с точки зрения содержания, особенно третьего задания. Мы посчитали, что нужно давать не только возможность ребенку записать и прослушать собственный ответ, но и дать вариант озвученного диктором примерный ответ, чтобы он мог посмотреть. Причем этот сампл, я в прошлом году говорил, еще раз делаю акцент в этом году, писали дети, потому что это тоже принцип написания наших пособий. Я, когда работаю с этими книгами, стараюсь привлекать своих детей, да, детей, вот, лингвистических классов, которые изучают язык так же, как и все дети в России, да, работают по тем же самому ОМК. Почему? Потому что если автор начинает придумывать сам взрослые тексты и выдавать их вот в качестве samples, да, тогда это просто другая совершенно методика, другой подход. Потому что первое иногда, когда открываешь некоторые пособия, говоришь ребенку, ну вот на уроке, давай прочитаем. Он говорит, здорово, говорит, но так умно, да, так заумно, да, так формально. А ведь говорение не представляет собой формализованную часть все-таки как бы нашей вот всей деятельности. Поэтому я считаю, что это неплохой нам тоже подход. И вот, по крайней мере, работая с коллегами, и вот на вебинарах, и на личных встречах в течение года, по крайней мере, ну, я находил поддержку и считаю, что мы правильно сделали. Мы выпустили в этом году такое же пособие устной части по ОГЭМ. Естественно, это только начало. Но мы не стали выпускать тренажер. Сразу объясняю, почему. Потому что трудно для всей страны сегодня, когда у нас ОГЭ является региональным экзаменом, сделать единый тренажер. Вот просто невозможно. А вы знаете, что у нас, наверное, только несколько территорий сегодня в Российской Федерации. Вот договорились и закупили, и дети наши будут сдавать экзамен ОГЭ устной части именно, ну, в той верификации, в той же модели, что будут делать одиннадцатиклассники. Многие территории сегодня, да, из-за недофинансирования, из-за каких-то других причин, они же до сих пор вообще находятся в подвешенном состоянии с девятым классом, с устной частью. Они понимают, что уже другого пути назад нет. Вот будет именно эта компитализированная форма. Но как она будет проходить, да, ну, вот у нас сейчас просто дебаты идут постоянно, переписывания, потому что учитель-то снова будет что думать? И я это просто фактически цитирую сегодня слова вот моей коллеги Марии Валерьевны Вербицкой, что будут думать, что это виноваты снова разработчики. Это они придумали тут какое-то ОГЭ, да, какие-то устные части. Но на самом деле идея, она совершенно нормальная. Сегодня мы сами ее просмотрим, и я в ней ничего не нахожу такого прям криминального и плохого. Но вся вот беда заключается в том, что ответственность-то ложится на региональные власти, что касается экзамена девятого класса. А некоторые сказали, у нас просто нет такой возможности, да. И поэтому давайте мы распечатаем, чистопесочные поставим, да, и пускай так экзамен проходит в девятом классе. Я и знаю уже это, мне просто вот часть регионов об этом писала. Списывался я с Антальей Николаевной Трубаневой, и с Марьей Валерьевной Вербицкой. Ну а что, мы только руками можем разводить и говорить, ну как, ребята, ну надо как-то влиять на свою территорию. Вот у меня у самого завтра будет встреча с нашим министром образования Тверской области, которую я все-таки постараюсь убедить в очередной раз, что давай искать деньги, да, потому что надо все-таки купить нормальные тренажеры, вот эти программные комплексы, и начать спокойно работать. Но, по крайней мере, в эту книгу мы включили те материалы, которые позволят снова ребенку, даже сейчас, если он находится в таком состоянии подвешенном, просто разобраться, детально посмотреть на некоторые особенности. Ну а вот презентация, я думаю, тоже в этом может помочь. Мы выпустили еще одну книгу с моей коллегой Ксенией Ивановной Ёлкиной в виде тренировочных тестов, и тоже пошли по такому пути. Во-первых, у нас в конце книги нет ключей. Они будут только для учителей и только на сайте просвещения. Там же будут находиться все samples, которые снова писали дети, поэтому посмотрите, покритикуйте, напишите, может, вам не понравится в этих samples райтинга 39-го и 40-го задания. Но и там же будут скрипты, и там же находится звук бесплатный, который можно будет скачать. Причем не надо никакие коды вводить, в отличие от тренажера для АБИ, потому что АБИ это серьезно, сами понимаете. Здесь все просвещение готово подарить бесплатно. Поэтому вы просто находите название этой книги в каталоге просвещения, и оттуда просто скачиваете звук, который, естественно, сделали британцы, все сделали качественно, хорошо к нашим этим вещам, уже слушали, любовались, смотрели. И плюс к этому мы туда добавляем все ключи, все особенности проведения 39-го, 40-го задания, ну и рекомендации по устной части. Поэтому это вы можете найти только для себя. И мне бы очень хотелось эту процедуру, чтобы мы все договаривались между собой, что надо прекращать эти ключи постоянно печатать в конце, книг, да, где вот я как учитель, я просто от этого порой с ума схожу, да. Ну это действительно какая-то вот неправильная политика. У меня просто есть опыт работы с южными европейскими странами, Кипром, Грецией. Вот у них очень четкий подход для книг для учителя, знаете, очень простой. Книги для учителя выдаются только чуть не под расписку и справку учителю, да. Все остальное выдается ребенку. Я как сторонний, например, человек, находящийся не на территории Кипра или Греции, я могу купить учебник для студента, students book, но я не могу купить teachers book. Я должен был специально регистрироваться, да, ну как все русские, да, искать варианты обходной пути, чтобы получить свои вот эти книги для учителя, когда мне нужно было получить там материалы по одному из сертификатов. Поэтому я к тому мысль веду, что, ну, у нас просто сейчас беда стала с этим делом, да. Хорошо это еще, если просвещение снова сделало правильно, оно стало так ножички предлагать, мы вырезаем там, да, и ключи я, например, да, вот в этих тренировочных вещах просто выбираю. Но и то ведь трудно порой, а когда вот так все. Поэтому мы исходим из позиции, что мы выложим. Конечно, мы предполагаем, что и дети скачают, но все-таки это будет меньше, чем просто это будет в конце в книге для учителя. Я должен показать вам еще одну книгу, которая вышла тоже на тему же написания, но уже письменной части. Это книга моего коллеги, нашего автора, учебника Starlight Радислава Петровича Мильдруда. Мы с ним очень так тесно всегда переписываемся, общаемся, он с лекциями приезжает к нам. Поэтому книга достаточно тоже интересная у него получилась. Заметьте, он написал ее так, это достаточно интересно, с таким интересным названием «Пишем эссе». Вы знаете, что у нас это называется «Развернутая высказка» с элементами личного мнения, сороковое задание. То есть еще я делаю вывод и вам объясняю, что в этой книге больше, нежели чем просто готовить под сороковое задание. Там прекрасный подход у него, кстати, необычный подход. Вам понравится. Вот я сам эту книгу сегодня в руках держу целый день, хотя и на той неделе уже видел ее. Подход такой. Вначале он учит работать непосредственно по samples, потом он убирает и дает ключевые слова, а потом только предполагаются темы. То есть вот снова не то, что готовые какое-то пособие, только написанные образцы, да, и по этим образцам давай натаскивай ребенка. Вот сегодня, мне кажется, это уже неактуально становится, мы сами все больше и больше понимаем. И этот же такой же подход, кстати, тоже сейчас сообщаю, Мария Валерьевна Вербицкая, она об этом говорит открыто всегда, наверное, слышали, что я вообще не хочу давать готовые образцы, потому что их тогда начинают все заучивать и считать, что вот это правильно, а другое все неправильно. Поэтому образцы, конечно, мы даем, да, но при этом мы хотим, чтобы образцы как-то давали, ну, возможность ребенку развиваться, чтобы он учился. Вот Рудислав Петрович очень хороший подход. Мы попали с ним в одну серию, которая называется «Готовимся к игре с просвещением», поэтому я советую вам тоже обратить внимание вот и на это учебное пособие. Я очень хочу ваше внимание обратить еще на очень интересную работу, которую ведет моя коллега, заслуженный учитель, учитель из города Химки, Татьяна Александровна Кузнецова. У нее очень интересный подход авторский. Все, что касается подготовки, это тоже находится на сайте, вот просвещение, на сайте спотлайта. Снова, даже если вы не работаете по спотлайту, то это прекрасный материал, прекрасные образцы, прекрасные рекомендации. У Татьяны Александровны прошли два прекрасных вебинара, которые в записи можно найти. Поэтому если что-то касается девятых классов, вот помимо всех нас таких хороших, есть и еще хорошие, и лучше, и больше. Поэтому я всегда готов поддержать коллег, рассказать, потому что я считаю, что это здорово, что мы все делаем одно дело, у нас хорошая команда, мы поддерживаем друг друга. И вот советую просто обратить внимание, поэтому я в презентацию включаю эти материалы, ну чтобы вы еще раз вернулись и посмотрели. Совсем недавно появились свежие материалы, у Татьяны Александровны посвященные уже ОГЭ-2016. ОГЭ-2016, она действительно подходит к этому очень серьезно. То есть не просто образец дала, не просто вариантик написала, а рассказала подробно, как подготовить монолог, какие там используются тенденции, как все это должно быть обработано. При этом даются конкретные примеры, если вы работаете по спотлайту, тем более вам это будет еще интереснее вдвойне. Итак, что касается эффективных приемов подготовки учащихся девятых-одиннадцатых классов, вот наша задача за этот час успеть пробежаться, вспомнить, освежить, расставить все точки над «и». Ну, может быть, возникнут вопросы, если не успею сегодня ответить, то я готов просто вот в переписке с вами все это как бы проговорить. Я всегда объясняю принцип построения своих презентаций, что это принцип избыточности, да, ну и новизны, конечно. А избыточность заключается в том, что я некоторые слайды быстро пролистываю, для того, чтобы вы могли дома спокойно потом посмотреть и поработать со своими детьми, потому что презентация, с одной стороны, как работает на учителя, так и завтра она может спокойно работать на ребенка, потому что, если мы собрались, да, вы нашли время, я нашел время, то надо работать как бы вот продуктивно, скажем так, а не просто попиариться, рассказать, да, и на этом поставить точку. Поэтому я думаю, что вы знакомы уже были в прошлом году с концепцией устной части ЕГЭ, да, Мария Валерьевна прекрасно ее представила, с Еленой Николаевной Солововой журнале «Иностранные языки в школе» в 13-м году еще. Вот сегодня появилась концепция устной части ОГЭ, да, во главе которой, конечно, снова стоит разработчик Мария Валерьевна Вербицкая и Наталья Николаевна Трубаньева. Вот здесь представлена у меня вся эта концепция, да, даны материалы, почему мы ввели, зачем мы ввели, как мы это делаем в 9-м классе. Но вообще, когда эта идея появилась в августе, я понял точно, что будет у нас уже ОГЭ в такой части, вот я лично возрадовался, скажу вам честно, снова как практик и как человек, который отвечает за организацию целого региона ОГЭ и ЕГЭ. Почему? Да потому что у меня беда, я думаю, она беда многих регионов, это найти хороших, это такое слово, которое мы с вами все выучили, interlocutors, да, вот эти собеседники, да, вот эти учителя, слово, да, которые должны были играть подружку Маню, да, которые всего там 12-15 лет, да, и делай, что хочешь, но сыграй так, чтобы, не дай бог, на апелляцию он не сказал, что она была злая и не так на тебя посмотрела. Ну, у меня были такие случаи. Поэтому я к тому, что, когда сказали, что не будет никого, я лично вот порадовался. Потом я порадовался, когда понял, что у нас будет в три раза больше детей сдавать, вот по крайней мере в моей территории, да, ОГЭ в этом году. Я понял, какое счастье, потому что мне просто экспертов столько не найти. Вы же помните, что мы устную часть отменили в 2009 году именно из-за этого, потому что мы просто поняли, что мы захлебнемся, да, где нам найти столько экспертов, вот этих людей, которые будут просто эксперты, да, не просто оценщики, да, экзаменов, но еще и будут вот эти антилокитес. Соответственно, вот эта концепция, я считаю, правильно подошла, что давайте мы сработаем в едином ключе. Ну, если так подходить серьезно, то это же здорово, что мы стали говорить, что пускай девятиклассник, ну, как бы поймет логику построения, да, вот будет точно так же делать, что будет он делать в 11 классе. Поначалу-то как бы наоборот говорили, давайте вот делаем такой плюрализм, да, вот здесь пускай они с антилокитес, да, а вот там пускай они с компьютером, а потом поняли, ну, а зачем, зачем ребенка-то подставлять, да и учителя снова в первую очередь, да, ты попробуй разорвись, там готовь в одной форме, здесь в другой форме, здесь некоторые все-таки вещи стали объединяться, и это неплохо. Тем более надо понимать, что мы с вами вот четко уже в прошлом году осознали, что, ну, все-таки устная речь, это же не письменная речь, да, и даже человек, который оценивает ее, да, эксперт должен хорошо это понимать, что вот сегодня мы оцениваем устную речь, а завтра мы придем проверять там письменное эссе, условно, да, это будут абсолютно разные критерии, не только там содержательные, но и вот чисто даже вот такая внешняя структура, да, это же совсем другой продукт, а мы иногда забываем об этом совершенно, когда предлагаем какие-то книги, да, и где-то читаешь и думаешь, то ли это устная речь, то ли это письменная речь, чем она тогда отличается. Она во многом отличается, и снова что об этом рассказывать, я думаю, что учитель, который много лет работает, прекрасно понимает, что такое готовить говорение, а что такое готовить райтинг. А устная речь, как и в девятом, так и в одиннадцатом, сдается в форме компьютеризированной. Я напоминаю, что на сайте eg.edu.ru уже целый год по нашей просьбе, мы вот эксперты и сообщество предметных комиссий настаивали на том, чтобы все-таки был бесплатный тренажер для всех детей России. Он висит, он висит, причем с февраля месяца его переделали, потому что поменялось третье задание, поэтому очень советую вот посмотреть, если до сих пор ни один ребенок, что называется, вот собирается сдавать у вас и еще не знает этот сайт, ну, значит, что-то надо вот менять срочно, да. Можно завтра просто открывать, наушники надевать. Там просто вся процедура, там вводится один и тот же код, вводится одно и то же понятие, но при этом он просмотрит всю процедуру, вот все эти 15 минут, что происходит, он сможет себя записать, он сможет прослушать, он сможет понажимать на эти кнопки, он может там выбрать эту мелодию, ну, в общем, все, что называется вот этой организационно-технологической схемой. К сожалению, такого тренажера для девятого класса нет, еще раз повторяю. Хотя вот на совещании в феврале Росупранадзор нам клялся и божился, что появится в апреле. Может быть и появится, ведь апрель еще не закончился. Да, но за что я благодарен все равно уже ФИПи, как разработчикам, что они сделали другой подарок для девятиклассников, и этот надо подарок точно взять нам с вами всем, и фактически даже можно ни по каким другим пособиям не готовиться сегодня, в оставшиеся месяцы. Это открытый банк заданий. Причем Наталье Николаевне Трубаневой низкий поклон за то, что она все это сделала качественно. Она разложила все эти 18 вариантов по полочкам, да, учла все замечания экспертов, да, вот несколько раз туда прибегала днем и ночью, да, в этот ФИПи, для того, чтобы реально продукт получился серьезный, продукт получился хороший. То есть вы там найдете 18 текстов для чтения, найдете 18 вот этих 6 вопросов, которые Electronic Assistant задает девятикласснику, именно они будут, другие темы не будут, и там же находятся, соответственно, 18 тем. Я сделал еще проще для своих учителей, я все это скачал, разложил в папочке, поэтому если у вас есть проблемы, особенно со скачиванием звука, вы, может, не умеете, не получается, у вас есть мой электронный адрес, напишите, я с радостью вам перешлю, потому что у меня же это готово, вот только сейчас с учителями Санкт-Петербурга работал, высылал им всем, потому что, ну, не все учителя могут так быстро там все взять, найти, разобраться, потому что материала столько, порой, много, но если я совершенно не могу радоваться за банк открытый ФИПИ ЕГЭ, скажу честно, то банк ФИПИ ОГЭ меня очень вот радует, честно говорю, потому что материалы все достаточно грамотно выстроены, я как учитель просто открываю, я нахожу все эти материалы, а так как устная часть вводится впервые у нас в девятом классе, вот есть 18 вариантов, вот здесь представлены, вот они, и ничего другого там не будет, поэтому сегодня, когда я буду показывать, я буду говорить именно о банке, задании для девятиклассников. Структура устной части ОГЭ и ЕГЭ у нас уже фактически за год стала для нас родной, поэтому мне не надо рассказывать, еще она состоит, но я просто для себя вот эти слайдики вам презентирую, структура ОГЭ и структура ЕГЭ. И соответственно, поэтому, когда мы говорим о каких-то общих тенденциях, мы можем уже сегодня объединять подходы обучения в девятом и в одиннадцатом классе, что касается вот этой внешней оценки качества образования в форуме по материалам ОГЭ и ЕГЭ. Ну, конечно же, первое задание, оно фактически совпало, сегодня и девятикласснику, и одиннадцатикласснику предлагается, ну, что-то вот такое приблизительное. Даже, если не ошибаюсь, в девятом классе слово «имэджин» не пишется, просто пишется «прочитай текст слух», да? Ну, девятикласснику, как бы вот попроще, что называется, ситуация коммуникативная дается, а одиннадцатикласснику продолжается рассказываться идея о том, что вот, ну, в жизни бывает, что люди могут позвонить и зачитать что-то интересное, да, для другого человека, и ничего плохого в этом нету. Я не знаю, как вы, но я считаю, что даже за год у меня дети стали лучше читать слух. Это я точно знаю, потому что в прошлом году, когда я начал даже в сильных своих группах пытаться прочитать слух, я понял, что некоторые читать-то уже, так сказать, разучились, да, мягко говоря. Сегодня я вижу, что дети у меня снова читают, да? Для этого есть и другие причины, я сейчас тоже их покажу, но есть и причина простая. Вот мы просто готовимся к ОГЭ, да, и вынужден я все равно вот этот контрольное чтение, которое мы с вами, в принципе, все как элемент представляем, да, технологическом процессе обучения в нашем, да, он присутствует у нас, конечно, сегодня активно, и хорошо, что он присутствует, потому что вот в силу того, что у меня еще есть студенты, с которыми я работаю четвертого и пятого курса, я вам скажу, это небо и земля. Студенты у меня не умеют читать слух, а это я точно знаю. Поэтому, соответственно, разучились, хотя это студенты языкового факультета, да, иностранных языков международной коммуникации. А здесь для детей у меня даны конкретные материалы, которые можно использовать. Я просто все это пролистываю, потому что я думаю, что все это знакомо. Я единственный снова совет хочу дать, исходя именно из практики, да, и проведения ЕГЭ и ОГЭ, обязательно донесите до ваших детей, не надо при подготовке текст читать про себя. Надо сразу текст начинать читать, не silently, а хотя бы in a low voice. Вот это должно быть четкое, как бы вот понимание. Разработчики стоят на позиции, там написано, ну, может, так полагается грамотно, а я вам просто вот как практик советую. Почему я об этом говорю? Я много раз эту картинку наблюдаю у детей. Когда он про себя читает, ему кажется, все прекрасно, все хорошо, все у него получается. Как только он начинает это вот, начинает озвучивать, да, до старта остается ракета, 5, 4, 3, 2, 1, он начинает читать слух и понимает, что он вообще читает как-то не так. Потому что до этого он просто, ну, не так, ну, молчал. Он просто молчал. Ему казалось, вот он глазами читает, а вот сейчас я попрошу вас вот этот текст по-русски прочитать и начнутся какие-то заминки. Ну, зачем же детей подставлять? Это нормальный совет практика, я считаю. Я просто его вижу у своих вот ребят. Возьмите за основу, читайте текст сразу при подготовке в полголоса. Ребенок должен психологически настроиться. Смотрите, это же тоже очень важный момент. Вот он сидит полторы минуты первые, а может быть и больше, пока там настраивают всю эту программу. Все четверо молчат, все сопят, а потом друг заговорили. И хорошо, если они все действительно такие вот левополушарные, да, и заточенные на систему обучения, что называется. А ведь есть и другие детки. И он растеряется просто-напросто. Вот есть такой вариант. Я в прошлом году, снова не знаю, у вас были такие примеры, если здесь есть эксперты, ведь у меня были такие случаи, когда мы просто слышим всхлипывание вначале. Повсхлипывало, а потом она начала уже даже что-то читать. И, кстати, не так уж и плохо. Поэтому психологически это нормальный, совершенно такой мелкий штришок, но это от практики. Штрих. Возьмите за основу. Читаем тексты в полголоса, а может быть и сразу вслух. Ну а что, так их поставила ситуация жизненная, что их четырех посадили, вот четверо, да, в одну аудиторию и сказали, давайте, ребята, да, одновременно, да, и все вместе. Трудно, трудно, но надо этот психологический момент преодолевать. И на уроке мы это стали делать таким образом, что одновременно могут читать два ребенка, три ребенка, они должны психологически к этому приучаться. Надо понимать, что, естественно, хоть задание-то у нас, это особенно на ЕГЭ, оценивается в один балл, всего в один балл, но вот как показала практика прошлого года, и сейчас мы, когда вот уже проводили наше совещание с экспертами и обучались, но ФИПИ, все-таки договорились, что очень много детей высокобальников. А коли много детей высокобальников, да, появляется, скажем, годом по английскому языку на ЕГЭ, то надо жестко все-таки научиться их дифференцировать, четче. И поэтому с этого года у нас более четкие, они не какие-то завышенные, не какие-то усложненные, а просто мы в этом году договорились все, вот во всей стране проверять четко по критериям. О чем я говорю, вы понимаете, в прошлом году мы говорили, ну давайте как-то вот все-таки, вот все-таки, да, в этом году мы сказали, вот есть критерий, да, и вот пожалуйста, давайте мы все-таки будем говорить, здесь есть один балл за чтение или нету. С девятиклассниками, я сразу хочу сказать, должна быть совсем другая история, абсолютно другая история. Какая история? Смотрите, в этом году у вас в девятом классе будут дети сдавать фактически двух категорий. Первая категория, которая реально шла на экзамен бы и без всякого там объявления, да, она и в прошлом году ходила, и позапрошлом, это сильные ребятки, кстати, о которых вот потом разработчики потом говорили, может нам усложнить это, то, г, да, а мы им всем говорили, практики, да, тоже приходящие на все эти семинары, не надо делать, у вас неправильно сегодня респондентская группа по выборке. Дети сильные сдавали у нас ОГЭ, а вот сегодня у нас будут сдавать дети уже разные, и придет большая вторая группа детей очень слабых, им надо просто преодолеть порог. Фактически такая же работа должна быть у учителя, кстати, я тоже об этом всегда говорю на всех своих вот встречах с коллегами. Никто не придумал нам такую с вами функцию, коллеги, что мы должны набрать все 100 баллов, да, и 70 баллов на ОГЭ. Наша с вами задача, вот коллег, да, в первую очередь заключается преодолеть порог. У нас есть 22 балла на ЕГЭ, это функция учителя, и вторая функция учителя на ОГЭ, преодолеть и набрать 29 баллов, чтобы вот действительно говорить о прохождении девятиклассника, порога основного государственного экзамена. Если мы будем сами себе говорить, что мы все хотим стремиться к 70 баллам, это здорово, надо все стремиться к вершинам, правильно? Но надо быть реалистами, что в этом году у нас будет большая категория детей слабых, которые выбрали, не знают зачем, но выбрали, или так жизнь заставила их, или что-то еще сложилось, и вот аудитория, которая начинает гудеть, как раз это подтверждает, да, и поэтому я считаю, и я на этом стою совершенно, вот как сам председатель предметной комиссии, что в девятом классе мы должны понимать, что у нас будут две разные категории детей. Если в одиннадцатом классе у нас жестко должны быть выполнены критерии ЕГЭ, то в УГЭ мы должны все-таки понимать, кто сдает, да, и зачем он сдает совершенно. Если мы чувствуем, что все-таки, слушая первый текст, мы ощущаем его, так называемое холистическое оценивание, то мы будем ставить баллы, мы не будем нулить, ставить радость, только от того, что вот нам надо выполнить все-все критерии совершенно. Дети тоже в этом году в девятом классе сдают первый раз, их сдают много, еще раз повторяю, и на это надо внимание обратить. У нас, естественно, остаются те же самые критерии в ЕГЭ и в УГЭ, да, очень схожие, просто смотрите, два балла дают девятиклассникам, и один балл дают одиннадцатиклассникам. Соответственно, если делается не более пяти ошибок, это два балла, а не более семи ошибок, это один балл, то есть еще больше есть возможность сделать ошибок девятикласснику. У одиннадцатиклассника всего судьба решается одним баллом, и не более пяти ошибок можно сделать. При этом, вот я специально демонстрирую некоторые сайты, которые мы работали, вместе вырабатывали, когда писали общие рекомендации при вот наших тренингах и семинарах по единому оцениванию на ФИПИ. В этом году такая вот вещь получилась, например, мы договорились четко, что в этом году мы не будем оценивать в один балл текст, если ребенок прочитал, например, 70% текста, 80% текста, нам все-таки хочется поставить один балл, если ребенок прочитал весь текст. Вот такая вещь. Мы договорились о ней, как бы вот она понятна, она критериальная, она не придуманная кем-то. Просто в прошлом году была такая возможность. И еще раз повторю, мы четко обговорили вот про эти более пяти фонетических ошибок, да, или три более фонетических ошибок, искажающих смысл, что ребенок получает ноль. При этом, вот четко определились, что давайте хотя бы посмотрим минимальный набор фонетики, который будет необходим, за который точно, если это не отрабатывается у одиннадцатиклассника, то, наверное, балл он будет получать низкий, да, ну, то есть ноль, у нас балл низкий простой. Но потому что все-таки, когда человек гуляет и работает, да, должна быть разница между словами, да, walk and work, согласны, а breath и breathe, это все-таки разные слова, чем I think и I think, согласны, that и wet, это тоже разные слова, where is there a, простой связующий R, который входит в программу, да, и мы посчитали, что вот это должно быть обязательно представлено с самым минимальным набором. Смотрите, здесь не написано, чтобы он красиво говорил, например, а там, with the aspiration, да, мои любимые п, т и к, да, но при этом, вот эти вещи, самые простые, должны присутствовать с точки зрения именно вот того, что если их нету, значит, это снижение балла. Такая же вещь происходит с интонацией, самые простые вещи, расстановка фраз, расстановка фразового ударения, самый простой тон, но ведь дети сегодня уже, даже за год я это вижу, они уже ощущают мелодику, они уже начинают мелодировать, да, они уже понимают, где тон поднимается наверх, а где тон спускается, да, вот особенно с этим восходящим тоном проблема, поэтому посчитали, в самых простых вещах она должна присутствовать и снова отсутствие их ведет к снижению оценки. Поэтому я вот специально эти слайды припас со всех наших вот этих единых, да, унифицированных материалов, ну, чтобы просто еще раз про это проговорить. При этом я оставляю слайды типичных ошибок, я их не комментирую, потому что они все понятны, я единственный момент обращаю, что в прошлом году после апробации, ну, какой апробации, фактически проведения реального экзамена ЕГЭ, мы поняли, что дети у нас не умеют читать цифры и даты, поэтому, соответственно, ну, все, что касается понятия, все числительных, я имею в виду, и поэтому, соответственно, все, что касается вот этого набора, цифры, даты, да, а у нас такая вот пошла тенденция сегодня, наверное, обратили внимание, это и в открытом банке девятиклассников, когда смотрели, и в одиннадцатом классе это происходит, все тексты на ЕГЭ и ОГЭ обязательно присутствуют вот с этими цифрами, датами, потому что просто-напросто это является сегодня вот такой вещью, и разработчики это для себя, ну, приняли его внимание. А такие же вещи связаны с типичными ошибками интонационными, я думаю, снова их не стоит обсуждать, они все понятны, и они у нас вот сохраняются. Мы договорились об общем правиле, касающихся всех заданий устной части, ну, в принципе, это правило достаточно простое, просто надо его тоже обозначить, потому что вопрос часто задают. Ребенок читает, читает неправильно, исправляется, что засчитываем? То, что делает последним. Читает правильно, исправляется на неправильно, ну, как к сожалению, везде бывает, да, будет, соответственно, плохо это для него, поэтому, соответственно, надо вот детям это внушить, потому что в прошлом году была такая, ну, кем-то неправильно понятая вещь, и она пошла по России у нас гулять очень часто, мы слышали вот на записях, когда мы их анализировали потом уже на федеральном уровне. Сказали, ну, ты повторяй несколько раз вопрос, да, и он так бедно заповторял с этим вопросом, what is your name, да, что в конце концов он дал говорить, what is your name, well, what is your name, what is your name, what is your, поэтому так сказал последний раз, что вашистический получает ноль баллов, потому что столько раз, 20 секунд, кто-то ему велел из учителей, да, ты говори 20 секунд одно и то же, да, на всякий случай, может что-нибудь правильно скажешь, так вот правильно скажешь, дорогой, только в случае, если это будет последний ответ, а если это твой what is your name будет последний, а до этого был правильный what is your name, ну, извини, сам виноват немного совершенно, а вот по девятиклассникам снова сделаю акцент на втором задании, чтобы просто вы тоже услышали, что здесь тоже особый разговор, ну, девятиклассники, это вообще особый разговор в этом году, а тут я просто привожу примеры, да, из первой части текстов прошлого года, которые у нас были, и тексты, которые я не поленился, все 18 вариантов, да, в подарок своим коллегам, в том числе и вам, вот здесь у меня представлены, смотрите, как я сделал это, ну, во-первых, я проанализировал просто как учитель, практик, эксперт, где будут проблемы, ну, вот читаете текст, уже видите, да, эти проблемные вещи, да, дальше я пошел еще, что называется, серьезнее, я собрал все основные сложные случаи и вот стал их классифицировать здесь в слайдах, то есть вы можете это все расширить и хоть завтра начинать фонетическую зарядку со своими девятиклассниками, одиннадцатыми классниками, смотрите, вот эти проблемные слова типа enough, да, pressure, several machines, да, это слова, где он идет в сочетании со звуком the, without, да, without a refrigerator, they thought, worth mentioning, это проблема thanks to this, а проблема со звуком er, которая появляется, именно в этих текстах других слов не будет, не поленился, хотя видите, поставил слэш незакрытый, это означает, что напишите, может что-то еще найдете, да, вот я нашел, что universe, purple, prefer, будут появляться именно собственные в этих текстах девятиклассников, как Dutch, да, Polish, например, связующие re, в таких вот сочетаниях, как for example, there is as far as, конечно, все имена географические, которые наши дети не умеют читать, и с этим надо работать, да, они обнаружат, например, что the Atlantic Ocean произносится, да, не the Atlantic Ocean, да, the Arctic Ocean, наши разработчики, девятиклассники, видать, вот полюбили все планеты, поэтому, соответственно, вы найдете почти все планеты во всех текстах, 18 вариантах девятых классов, поэтому я предлагаю все-таки от Jupiter до Mars, да, научиться все читать, да, заодно и артикль выучить the Earth, the Moon, the Sun, ну и, конечно, любимая тема всех, да, это, естественно, наши любимые числительные, числительные читают действительно плохо, я сказал, что это была типичная ошибка, ну вот посмотрите здесь, как раз примеры приводятся, у нас еще проблема, что запутались все, в том числе вначале и сами британцы, как-то не понимали, вот 2000 год-то наступил, да, стали говорить 2001, 2002, потом возник, возникло очень важное явление, как эпокалипсис, да, ну надо же было как-то апокалипсис-то обозначить 2012 года, сразу стали называть во всех средствах массовой информации, вот я это обратил на BBC, в CNN, стали говорить 2012, ну и вернулись после этого, сегодня уже 2016, да, как-то звучит нормально, но при этом 2016 можно тоже слышать, соответственно, вот про это можно с детьми тоже поговорить, да, не только их поразвлекать, а еще научить читать, все-таки британцы произносят цифру, там не знаю, 125, да, со словом and, да, и поэтому все-таки хочется, если мы говорим, что мы учим вот этот вариант, да, то 125, чтобы они сказали, при этом не начинают говорить дети и учителя, но ведь американцы по-другому произносят, ну конечно мы говорим, господи, мы вообще в России такой вариант придумали себе, да, что мы все-таки не знаем, у нас часть ЕГЭ звучит на, в американском английском, часть в британском английском, вот мои коллеги, которые международные экзамены сдают, у них четкая позиция, пожалуйста, они говорят, приходишь давать IELTS, если American English, тогда покажи полностью American English, если British English, покажи British English, но мы же с вами российские учителя, мы готовы все принять, и разработчики такие же, поэтому мы в ответах в ЕГЭ пишем traveling, да, и с одной L, и с двумя L, на всякий случай, да, а вдруг напишут, да, поэтому я снова не ожидаю, что тут будет какой-то чисто British или American, да, или какой-то Received Pronunciation, но все-таки я считаю, что наше большинство авторских коллективов тяготеют к чему? К британскому, английскому, правильно? Поэтому давайте 125 будем читать, вот N25, но ничего плохого-то в этом не будет, поэтому вот можно с завтрашнего дня научиться читать еще раз, я считаю, что вот этот слайд, эти слайды могут вам помочь, я пошел еще дальше, я посмотрел на все элементы просодики, интонационные моменты, поэтому набрал те материалы из этих 18 текстов, которые могут помочь вашим детям, но все-таки немножко голос-то поднимать наверх, да, и as a result, later, today, in spite of this, ну, научиться, может быть, или повторить, или еще раз отработать, поговорить о перечислении, которое появляется иногда здесь, там, berries, plants, да, ну, то есть, эти вещи, которые можно просто-напросто, даже не зачитывая все тексты, но натаскивать на экзамен тоже порой скучно, надо искать какие-то модельки и формы другие, вот эта форма, мне кажется, она как бы разнообразит, просто-напросто, вы можете пойти еще дальше, давайте с вами обменяемся, может, я не все проанализировал, хотя я, честно, сидел часа 4, поверьте, и смотрел все эти 18 текстов вот нашего сегодняшнего ОГЭ, других вариантов не будет, поэтому эти варианты, вот что показываю, и будут в реальном ОГЭ 9 класса. В 11 классе у нас ничего особенного во втором задании не произошло, да, мы уже все поняли, что мы никуда не звоним, да, мы никому не говорим hello, да, мы не просто ничего не делаем, кроме одного простого дела, мы хотим задать 5 вопросов, причем мы с вами все узнали, что они называются прямые, да, вот я знал раньше косвенные, теперь я еще знаю прямые вопросы, соответственно, задача очень простая, научиться задавать эти прямые вопросы, задавать все-таки желательно грамматически верно, да, но в грамматическом варианте мы хотели для себя только одно посмотреть, инверсию понимает построение вопроса, понимает, что все-таки вначале сказуемое, потом подлежащее, понимает самые такие вот, самые-самые базовые элементы построения вопроса, потому что у нас все равно каждый год возникают какие-то вещи, вот вчера было задание, вот я сам слушал, вчера у нас уже досрочники сдавали, и он спрашивает, какие цветы есть в наличии, и вот в наличии это слово инсток там стоит, да, и он говорит, а what kind of flowers in stock do you have? Ну я же понимаю, что наверное это неправильно, да, do you have in stock должно быть, да, но вот я лично на себя взял грех, я поставил один балл, потому что я для себя как интерпретировал, как эксперт, да, но он же выстроил мне вопрос с инверсией, да, вот сегодня обязательно, кстати, не забыть написать на Маре Валерьевне, связаться, сказать, а все-таки примем, или скажет жестко нет, ну тогда скажу, не будем принимать, потому что у нас же не все прописано тоже в критериях, понимаете, но в критериях написано грамматически верно, ну вот я посчитал, что грамматически это do you have, все-таки, чтобы он сказал, да, have you got, а вот с этим in stock, что делать, коллеги, и таких же примеров эксперты находят много, что наши дети напридумывают себе, да, в этих несчастных вопросах, поэтому у нас все-таки балл выставляется вот за эти четко четыре позиции, да, содержание, грамматическая форма прямого вопроса, интонация, ну и конечно погрешности могут быть, которые не затруднят понимание, потому что, ну просто-напросто, вот вчера мы снова слушаем, он говорит, вместо hours он говорит hours, мы посчитали ему плюс, потому что мы не нашли ни одного слова hours, которое есть подобное, которое изменит другое понятие, да, вот в другом бы слове сказал бы он house, да, уже можно было сказать, ну ты же вместо hour говоришь house, да, а он говорит how are, ну что делать с ним, он how are говорит, да, вот вчера слушали такого, типичные ошибки, они сохранились у нас, к сожалению, да, они у нас те же самые, что и были вот в течение всего года, и мы все равно их выставляем вот действительно в позицию, что это проблемная наша зона, а я вам предлагаю памятку для детей, как готовить второе задание ЕГЭ, и мне очень нравится вот этот подход, который я использую в течение уже всего года, когда готовлю это задание с детьми, ну простая вещь, смотрите, когда разработчик делает это задание, он ограничен в средствах, о чем надо спросить, согласны? и задача просто на каждую вот эту опцию, да, ну договориться просто, закрыть вторую половинку, закрыть другую половинку, дать половинку, написать только, что слоукейшн ассоциация, можешь просто поговорить со слабыми детьми, просто заучить, да, ну а кто сказал, что у нас вот действительно все гладко и хорошо, и что у нас каждый ребенок придет и заговорит, как он там, не знаю, вот как нам надумается, да нет, конечно, у нас есть слабая категория детей, поэтому соответственно, вот у меня 17 основных пунктов, которые я тоже понимаю, что они в кодификаторе находятся, и разработчик тоже ограничен в средствах, он не может придумать тут кучу различных ситуаций, я хочу, чтобы дети, увидев слово distance, ассоциировали меня с how far, а услышали, когда слово duration, понимали, что это how long, они же это путают постоянно, например, да, что такое вопрос, if, понятно, что breakfast is included, значит, is breakfast included, согласны? Permission, значит, ну, например, вариант is it allowed, я же не навязываю, говорю, что это только так, и другого варианта нету, я вообще против этих вещей, что вот этот sample, он типа самый главный в России, другого не бывает, да ни в коем случае, я просто говорю, что вот это такая модель эффективной подготовки второго задания, нравится берем, не нравится, есть кнопка делить, да, и презентация исчезает, что называется, и появляется свой другой опыт, мы все в этом плане можем готовить и в каких-то своих аспектах, а при этом смотреть, а? Можно вопрос, это душе слайд, душе слайд, да, нет, я обратил внимание, но это не моя беда, дело в том, что я понял, о чем, я второй из таких книжки прошу в редакцию убрать the article, потому что там был пример у меня в рукописи со словом the price, понимаете, и когда появляется слово price, то надо спросить, конечно, if price is included, is the price included, но мы почему-то, вот у нас есть такая проблема, что мы не договорились, и у нас там, в книге, я знаю прекрасно, о чем вы говорите, я в этом году написал автору, редактору, что пожалуйста, на седьмой страничке, но уберите the breakfast, хотя сейчас, мне кажется, это уже такая милая вещь, как будто это я сам ее и придумал, так что я с вами абсолютно согласен, когда мы, поэтому в моих вот презентациях здесь, заметьте, я специально написал, is breakfast included, ну конечно, нам не нужен артикль здесь, а в ситуации была бы price, мы сказали бы, is the price, мы хотим конкретизировать эту вещь, поэтому с этой целью даю свой электронный адрес сюда, пишите, спрашивайте, всегда готов ответить, но речевых ситуаций все равно много быть не может в этом плане, поэтому вот мы для себя видим их, то количество, которое есть, смотрите, да, и на каждую речевую ситуацию, соответственно, разработчик и придумывает ту ситуацию, которая позволит ему дальше уже что-то конкретизировать, а с шоп чем ассоциируется, а с кефой чем ассоциируется, а с хоутел чем ассоциируется, и тогда возникает еще следующий шаг, да, такого эффективной такой подготовки, когда уже вот location действительно, ну становится, что называется, родным словом ребенка, и когда он это видит на экзамене, у него никакого страха с этим не происходит, ничего другого, понимаете, там много быть нельзя, нельзя придумать совершенно, я про это хочу сказать, и поэтому, если мы как бы вот с кодификатором поработаем внимательно, и со всеми речевыми ситуациями, представленными в нашем формате ЕГЭ и ОГЭ, мы поймем, что мы очень ограничены, в том числе и авторы, и разработчики в средствах, я имею в виду, что ты придумываешь, ты не можешь до бесконечности придумывать какие-то вещи, да, с фотографиями вообще проблема сегодня, да, потому что мы работаем фактически с одним и тем же банком, да, и он фактически скоро уже просто иссякнет, да, а просто фотографии любые размещать нельзя, это же понятно, должно быть всем, и вы учителя, когда начинаете открывать книги, должны быть очень критическими в этом плане, это должны быть те фотографии, которые реально отображают тематику наших школьных вот дел, а когда мне просят сравнить два снеговика, я не знаю, как их сравнивать совершенно, правильно, но не получается у меня это сделать совершенно, я исходил всегда в тематике всех своих пособий, и соответственно, когда работаю с федеральной комиссией по ЕГЭ, я понимаю, что у нас должна быть единая такая вещь, вот есть кодификатор, да, мы с ним работаем, есть речевая ситуация, мы с ней работаем, поэтому если вы просмотрите вот варианты, которые были, они все работают на одну и ту же тематику, location, at least, tuition, fee, maximum group age, if distance learning is possible, то есть те вещи, которые реально, мы каждый день, ну, надеюсь, в большинстве УМК можем найти и с ними работать. Я очень хочу, например, привлечь ваше внимание к тому, что вот неплохая форма работы с детьми по этому заданию, это когда мы начинаем вместе с ними говорить, как бы вот с глазами эксперта, с ребенком, да, а вот этот вариант проходит, а это можно засчитать, да, а вот это правильно, да, или все-таки действительно, вот, ну, никак, дружок здесь не проходит этот вариант. С этой целью я снова вам советую обратиться к сайту FIPI, найти записи, которых обычно обучают экспертов, и просто с детьми послушать и поговорить на уроках, да, а вот это правильно, а это неправильно, то есть критическое размышление, это хорошая вещь. Ну, ну, если вот он говорит в последнем задании, is there audio version of the book? Мы же эксперты это засчитаем, потому что мы договорились, что предлоги артикли, да, ну, мы вот будем делать, скажем так, вид, что, да, это важно, но не до такой степени, чтобы поставить ему здесь сразу ноль. А в ситуации, how many does the cooking book cost, да, ну, понятное дело, мы не можем поставить ему здесь, да, один балл, потому что явно идет нарушение грамматики. Поэтому вот эти примеры, которые я привожу, для того, чтобы просто-напросто, да, ну, детей привлечь, и тоже с ними такими же глазами, перед экзаменами, редакторскими глазами поговорить, и может быть действительно что-то полезное для себя найти. Задание УГ второе, конечно, отличается от задания у нас ЕГЭ, фактически оно такое у нас зеркальное, вы заметили, наверное, да, если в 11 классе мы задаем вопросы, то в 9 мы отвечаем. Вот я, если бы меня спрашивали бы, как разработчика бы, да, 9 классика, я под задание подумал бы, вот в таком формате давать или не давать, честно говорю, но оно существует, и я принимаю правила игры. Почему меня оно смущает, это задание сегодня, хотя вот апробация, и наш экзамен, конечно, все расстает точки над «и». Меня очень смущает, что он один раз будет вопрос слушать всего. Он должен услышать вопрос всего один раз. Я фактически сейчас работая с детьми, 9 классниками, снова практик, да, практик разговаривает с практиками. Я вижу, что у моих даже сильных детей, да, которые изучают язык, 6-8 часов в неделю. Вот когда им сразу даешь некоторые вопросы, да, стопор возникает, хотя они стали выходить из ситуации, они мне сказали, а можно мы минут, секунд 10 помолчим, мы подумаем. Ведь там же нет такого задачи в этом, в этом задании, чтобы детки могли сразу, не сразу, точнее, а подготавливаться, как в других заданиях. здесь они сразу без подготовки начинают вести ответы на вопросы. Причем в разработчике выставили достаточно сложную ситуацию, еще одну вы заметили. Там написано, дан полный ответ обязательно. То есть, если он говорит на вопрос, how many days a week do you go to school, отвечает просто, five days, да, a week, то это будет считаться ноль. Он должен сказать, I go to school five days a week. О том-то и дело, что в реальной жизни он так не говорит. И мы тоже про это обсуждали. Но вот смотрите, вот в чем здесь очень важная ваша позиция как учителя. Вы руководствуетесь, как и я, критериями. Если в критериях написано, что полный ответ должен дать ребенок, а мне это все не нравится, ну, это мне не нравится, но я же прихожу в аудиторию детскую и должен детей-то не подставлять, да, а вот, ну, соответствовать. Да, естественно, я пишу, я обсуждаю, не совсем соглашаюсь, я вообще предлагаю, что давайте перенесем вот эти вопросы, ответы в одиннадцатый класс, а задавайте вопросы в девятый. Это проще. Ну, говорят, что, да, я это предлагаю тоже, как вот, например, конкретный человек. Но, сегодня ситуация такая, что у нас будет во втором задании на ОГЭ, мы будем слушать один раз и будем отвечать полным ответом. Смотрите, смотрите, у нас все будет упираться, а еще, в критериальную вещь, если мы договоримся, что полным ответом будет являться вот такой вариант, тогда в критериях разработчики должны были четко бы это написать, а так как у нас там четко написано, да, на полное, полное предложение выставлено, слово предложение стоит, то мы исходим из позиции все сегодня, что мы ждем от ребенка полный ответ в виде подлежащего, сказуемого и всех остальных второстепенных членов предложения. А при этом, посмотрите внимательно, что у него 40 секунд есть, да, 40 секунд означает, что он не обязательно должен их заполнить. Вот часто спрашивают, он должен отвечать двумя, тремя, четырьмя предложениями, не обязательно. Но если там стоит вопрос why наш любимый, то понятно, что от него требует распространение хотя бы второго предложения или as because since. Тут деваться некуда совершенно. Но если его спрашивают конкретно, сколько дней ты учишь, мы предполагаем, что он скажет и что сделает? Замолчит. А другой ребенок в это время начнет разглагольствовать, что называется. И вот здесь у эксперта очень важная должна быть роль, да, по крайней мере, мы это договорились снова на уровне, что он выслушает и найдет вот среди всего того, что ребенок наговорит в этих 40 секундах, только то, что ему надо, что называется. Вот сейчас я постараюсь вам это просто продемонстрировать. Смотрите. Вот смотрите, он говорит how many classes do you have on an average weekday? Отвечает I have six or seven classes. Вот то, что у меня подчеркнут, это правильно, это эксперт должен считать. Согласны? А дальше он начинает говорить it can be math, the Russian language, I take English classes too, I'll pass exams on this subject, so study. Ну, понимаете, дальше пошла, не буду говорить в аудиторию, уважаемые, что пошла. Ну, пошло что-то не то немножко. Но девятиклассник, эксперт, проверяющий девятиклассника, вот должен принять эту идею, которая у нас вывешена на сайте ФИПИ для всех председателей, для всех комиссий одинакового всей Российской Федерации. Вот есть ответ, он же есть. Вопрос дан? Дан, дан, ответ дан, полный, дан, а дальше извини. А вот другой пример, смотрите, how many classes, он отвечает, we have physical education lessons in a week. Ну, мы же понимаем, что мы даже ноль поставить здесь с вами, да, и договариваться здесь не надо, как бы долго в аудитории уважаемые обсуждать, да, нужно, не нужно. Да, мы понимаем, будут проблемы с артиклями, будут проблемы с предлогами, да, мы будем это не засчитывать, как грубые ошибки, потому что там четко стоит то, что не мешает пониманию. У нас вообще, мне кажется, в Российской Федерации сложилось такое отношение к артиклю, что вообще, зачем употребляют британцы, я думаю, да, не заметили, да, потому что я на всех вот сижу в этих совещаниях, обучениях, да, семинарах, и когда я это слышу, иногда меня, конечно, как вот, ну, вот учителя английского, который уж очень любит английский, да, думаешь, господи, ну, артикль-то все-таки он же имеет смысл, да, иногда же очень сильный, но вот сегодня у нас такая тенденция, давайте вот снова эти правила игры просто услышим, а не потому, что кто-то это придумал, мы говорим, вот это не мешает пониманию, есть у меня примеры, когда мешает, но вот эти примеры, видно, что если артикля не было бы, ничего бы страшного не произошло, и даже если он скажет, благодаря моим редакторам, из The Breakfast Included, мне тоже это не нравится, потому что, другой был пример у меня приведен, причем я, знаете, радовался, что вышло второе переиздание, сейчас думаю, открою, и там не будет The Breakfast, он снова появился, и теперь я думаю, это уже мое ноу-хау, The Breakfast, вот, так что, ну а ведь это никому не докажешь из вас, там же написан автор, все конкретно, вот, соответственно, даже оправдываться не собираюсь, а вообще, конечно, у нас проблемы сегодня есть с этим делом, заметили нам, да, очень много, да, это я тоже, как учитель просто, который тоже имеет много пособий разных, это могу наблюдать, ну вот для нас с вами критическое отношение ко всему, это очень хорошо, что мы видим, значит это здорово, смотрите, коллеги, я просто быстро вернусь вот к этим слайдам, это как раз то, что называется отрытым банком, я просто все это скачал, 18 вариантов второго задания, и так кратко для себя обозначил, сегодня работа происходит с детьми очень простая, очень простая, мне кажется, вы включаете один из этих 18 вариантов прямо на уроке, у меня это такие пятиминутки с девятиклассниками, и дальше пока 40 секунд звучит вопрос, у меня успевают отвечать по 2, по 3, а то и по 4 ребенка, да, то есть это очень удобная форма, которая коллективно, вот группа может как бы организовывать на начало урока, и в то же время это помогает мне готовиться к ОГЭ, то есть вот у вас есть еще 18 уроков условных говоря, да, вы можете каждый день, да, включать, да, и повторять с ними, ну а заодно делать паузу, если нужно, и давать комментарии, то и проблема, которая существует, еще раз повторяю, это все взято вот с этого сайта, который называется сайт Федерального Института Педизмерений, вот большой им, большой-большой поклон, за то, что отрытый банк заданий ОГЭ сделан очень грамотно, и у нас с вами нет никакой головной боли, по каким материалам готовить девятиклассников, вот эту массу, нашу армаду этого года, все находится в отрытом банке, запутались, напишите, помогу, да, и этот банк вам весь предоставлю, потому что я даже для себя пошел дальше, я еще там посмотрел, какие письма у нас из года в год повторяются, какие новые появляются, и тоже сделал подборку новых писем, да, которые мне показались, вот наиболее сегодня прописать в этом 32-м задании, да, уже письменной части ОГЭ. Задание третье и четвертое, коллеги, а сколько мы даже закончим, скажите мне? Половину? Потому что я знал, спасибо. Задание третье и четвертое в ЕГЭ особенно у нас не изменилось, но все-таки стоит некоторые вещи, да, вот просто проговорить очень быстро, потому что уже мало времени. Значит, у нас формулировка задания третьего сохранилась как А у нас с этого года ушла позиция, что это фотография твоя, что это ты фотографию снял, теперь это главная ситуация, что это альбом семейный, а в семейном альбоме может быть фотография бабушки, которая сто лет назад сняла эту фотографию, да, поэтому все может быть, соответственно, ты можешь рассказывать, что теперь ты на фотографии, и ничего страшного в этом нету. Это как бы те вот новые установки третьего задания. Соответственно, снова есть ситуации, вот что сделать, даны конкретные ситуации, как набрать минимальные баллы, да, что нужно главное ответить, потому что появились две новые опции, where and when, and why you keep the photo in your album, да, соответственно, про это надо помнить. Даны примеры, как это работает по каждой из опций, просто их пролистываю, потому что здесь ничего особенного нету. Единственный момент, на чем мы застрели внимание этого года, это, что мы все-таки хотим у сильного ребенка видеть детали описания фотографий, а поэтому, помимо того, что он видит на картинке, можно посмотреть на этой же картинке, на предметы, на ощущения, на атмосферу, там, не знаю, на погоду, это все вещи, которые дадут ему не одна сложный ответ, одна опция, один ответ, что получится очень мало баллов, а даст больше возможности получить два, три балла, и это неплохо. Даны типичные фразы, как работает, why do you keep the photo? Вот мои коллеги-председатели ряда регионов, прям, ну, очень сильную такую подняли проблему, серьезную, они начали говорить, а не учим ли мы детей вот в этом задании, ну, как бы натаскивая их на дни и те же фразы, вся страна скоро у нас будет говорить одно и то же, и типа, давайте мы не будем, да будем наказывать, как бы, за это детей. Вот я категорически против, сразу говорю, и пытался объяснить свою точку зрения. Вы вот вообще, я говорил этим людям, нашим взрослым, да, аудитории, вот ребенка-то, представляете в ситуации, который сел за полторы минуты, увидел новую фотографию, да, и должен еще, оказывается, так креативно поступить, чтобы отличаться от всей 70-тысячной армии, сдающих ЕГЭ в России. Не получится. Я буду очень рад, если мои дети, конечно, покажут какой-то интерес с точки зрения своего креатива, хотя я буду больше рад, если это увижу где, в сороковом задании эссе, так называемом, да, ну, или сочинении. Вот там я учу, чтобы не было шаблонов. Здесь, к сожалению, я понимаю, что мне без шаблонов никуда, потому что я просто вынужден некоторые вещи учить на уровне обобщения, хотя мне очень хочется видеть подходы детей, и вот примеры, которые у меня здесь есть дальше, вот этой фотографии, например, они показывают, например, вот мой подход, мы начинаем учиться, я им предлагаю вариант, да, сампл, но сампл, видите, у меня такой полунепонятный, раскрою скобки, заодно грамматику потренируй, вспомни предлоги, да, а даже, может быть, кое-что переведи, тем самым ты не просто получишь вариант готовый, да, а ты как бы сам его для себя переживешь, потому что я не верю в тот подход, о котором тоже мне иногда мои коллеги говорят, но эти даже говорения, пускай сразу говорят, пускай сразу учатся говорить, я лично, как учитель, это не делаю, может, я делаю неправильно, скажите мне, но я считаю, что мне приходится в начале девятиклассников вот в этот формат устного высказывания втягивать через письменную речь, да, я прошу их посмотреть на то, что это будет скрипт устной речи, значит, это будут сокращения, это будут всякие well, это будут всякие anyway, но это будет все равно в начале письменный продукт, для чего? Он должен настолько психологически и в языковом, в том числе, плане быть готовым, что он сядет и за полторы минуты действительно получит все, что он хочет получить, а не растеряется и будет думать, а где-то там какую-то фразу мы говорили, но Мария Ивановна сказала, а в следующий раз так уже не говори, скажи мне по-другому. Нет, если ребенок сильный, делайте, это обязательно нужно делать, но если это группа или ребенок, который вот сдает почему-то, непонятно почему, а вы за него переживаете, я считаю, что нам здесь без каких-то вот этих таких промт не обойтись совершенно, это нормально совершенно, это не натаскивание никакое, это просто нормальная модель. Если ребенок будет творчески подходить, вот я просто некоторые фразы набрал из высказывания одного ребенка, но ведь она творчески подошла к описанию фотографии не шаблонно. Она начинает, ну условно она называют, с того, что она задумывается about taking up photography. И смотрите, конец у нее описания текста заключается в том, что она говорит, I do want your opinion and how well I managed to capture the moment on camera. То есть она прослеживает идею, что вот она эту фотографию как хобби начинает реализовывать, и вот хочет с другом поделиться и, соответственно, посоветоваться. Да, она пишет ее, она скажет детали этой фотографии, но при этом она будет эту идею продвигать. При этом смотрите, как она делает, мне снова показалось, эти приемы, я этого ребенка принимаю, разговорную позицию передает, через разделительные вопросы, через форму усиления, does show their unity, I do want, конструкции well, as you know, also, которые позволят, вот действительно, как бы речь-то немножко разбавить, сокращение, понятно, которое она набирает, I, и так далее. Если мы в эссе говорим, то давайте уходить от сокращений, как бы это не очень здорово в задании 40 постоянно писать I в I в I am и так далее. То есть здесь-то без этого не обойтись, мы считаем с вами. Мы же хотим увидеть именно разговорную такую хорошую речь, но при этом, чтобы она была все-таки уровневая, и особенно у ребенка, который мы хотим дифференцировать, да, на 85 баллов и выше. Поэтому без этого, мне кажется, не обойтись. И не обойтись тогда, не обойтись без этого в том случае, если мы не начинаем об этом говорить заранее, как бы вот по кусочкам выстраивая все эти позиции. Очень важно, договориться о двух важных вещах с детьми, не с учителями, а с детьми. Они должны понимать критерии оценивания и как работает эксперт с доп. схемами. То есть как бы вот такой внутренний план дать ребенку, да, почему его будут оценивать. Вот сколько случаев у нас на пиле ходит, да, когда приходит ребенок и у него в принципе-то неплохая может быть была работа, но у него одна беда, он просто не знает правила игры. Если он правила игры знает, намного легче экзамен сдается. Я считаю, что здесь снова, но вот к разработчикам никаких претензий быть не может. Великолепно представлены все критерии, все доп. схемы, во всех демоверсиях. Сиди, изучай, разбирайся и с детьми это тоже обсуждай, чтобы ребенку было легче, понятно и нормально. Мы четко объяснились, в этом году прямо железно, что называется, договорились, что считать, развернутым ответом в говорении, что считать точным ответом в говорении и что считать полным ответом в говорении. Это мы приняли общую установку на всей нашей территории России, для того, чтобы просто-напросто как бы на апелляциях объясняться самому себе и ребенку, апеллянту, что вот за что снимается и почему снимается и где снимается. Потому что написали вначале полный ответ, точный ответ, развернутый ответ, а вот не дали четкую характеристику. Сегодня вот это все в нормативку вошло в дополнение к критериям демоверсии и на сайте ФИПИ находится. Но это просто примеры прошлого года. Это типичные ошибки, которые появляются. Они у нас не поменялись, я думаю. Хотя некоторые дополнились, вы тут можете посмотреть, и вам тоже, может быть, стоит это обсудить с детьми. Просто если это комментировать, это еще займет определенное время. Оно у нас с вами все меньше и меньше становится. Четвертое задание тоже достаточно важно понимать в ЕГЭ, что оно у нас действительно самое сложное задание. Что это задание, где должен быть обязательно, вот в отличие от третьего задания описания фотографии, точно представлен текст. Если текста нету выстроенного логичного, со связками, с переходами и так далее, трудно говорить о том, что это задание уровня B2, о котором заявляют разработчики, когда представляют его на экзамене. Поэтому, соответственно, здесь вот просто у меня приводится пример, да, я взял другой пример с темой, which kind of shopping presented in the pictures you'd prefer? Просто время. Самый лучший вариант ответа на первую точку, это просто сказать, in the first picture, и кратко что вижу, the second picture shows, чтобы повторов не было. И тогда будет четко и понятно. Ну пускай она, а какая она должна быть? Ну пускай будет the other picture. Ну пускай хорошо. Но если ребенок вам скажет the second picture, ничего страшного-то не произойдет, или вы как эксперт будете говорить о том, что это неправильно? Пускай это будет the other picture, пускай это будет the second picture. Да, да нет, но это все называются уже придирки, которые я не вижу никакого для этого основания, чтобы просто говорить, что так нельзя. Так можно, так можно. Главная задача, чтобы мы четко обозначили в этой точке, in the first, in the second, in the first, in the other. Чтобы у нас не было главного, что сделает ребенок иногда и может получить балл в минус. Он сделает какой вариант? Он смешает и начнет их сравнивать сразу. А нам нужно просто brief description. Нам нужно сказать следующие фразы, связанные с тем, что мы видим общего в этих фотографиях. И снова мне кажется логичным для задания уровня B2 выстроить так, чтобы мы видели четко вступление короткое и заключение, чтобы была четко обозначена позиция того, что называется, что же они имеют общего. То, что их отличает, это тоже логично совершенно, потому что это покажет контраст. И снова логично, наверное, является, если ребенок эту мысль будет развивать, искать хотя бы два, может быть, даже три интересных элемента, которые четко будут показывать этот контраст. А очень важно представить позицию свою. Меня спрашивают, ну вторую-то фразу откуда здесь можно придумать? Ну вот мы ее такую представляем, у всех свое. Но, по крайней мере, это тоже даст возможность дальше переходить к последней позиции, которая звучит именно, что же я считаю в первую очередь и что же я считаю во вторую очередь. Что мне позволит что сделать, доказать свою точку зрения и объяснить почему. И, конечно, важным элементом, хотя бы из серии, well, that's all for now, должна быть фраза, которая покажет, что есть заключение. Потому что обидно слышать работы детей, хорошие, да, но когда ты вынужден ставить минус один балл, потому что нет простого заключения, простого вступления, простых связок, да, и он теряет вот этот один-два балла в организации текста, только потому что просто, может, ему не рассказали об этом, а на самом деле все это достаточно, мне кажется, просто. Но тут проходит просто ряд задач по подготовке, потому что времени просто нету, просто показываю, как работают эти материалы, как сделать из простых предложений сложно, на что надо внимание обратить, когда работают связки, что их отличает, что работает с точки зрения объяснения собственной позиции, как работает языковой репертуар еще раз. Обращаем внимание на текст, они с позиции, здесь вот, например, этого текста мы анализируем его со слушателями, с детьми, а с позиции связок, как переходы проявляются, в чем их фишка, в чем недостаток, в чем преимущество. Я бы хотел еще раз привлечь внимание к четвертой точке, эта точка называется кодификатор, который показывает, что именно может быть. Не может быть в этом задании просто какая из картинок тебе нравится, там четко представляется позиция, а что именно, какой там процесс, какая жизнь, какой вид спорта, да, тебе был бы предпочтителен. И все это ложится снова не на пустом месте, есть элементарный документ, где все эти вещи представлены, и это называется кодификатор. Ну, это вот фотографии, которые были, и типичные ошибки, ну, снова достаточно постаряемые. Вы напишите мне, а я ему и пришлю. И последнее задание, да, у меня осталось две минуты, это задание УГЭ. На фоне задания второго УГЭ, оно очень простое, мне кажется, потому что у ребенка есть четкий план, у ребенка есть четкая позиция, да, что надо сказать. Поэтому на фоне того, что вот предлагается слушать с одного раза вопросы, мне кажется, это все-таки, хоть и предполагает, что это задание как бы сложнее, но вот мне оно кажется, да, в работе, тем более оно такое достаточно уже знакомое, такой монолог, да. Правда, не знаешь, к кому обращаешься в этой ситуации вообще, да. Меня спрашивают, а что можно в конце сказать, а thank you for listening можно сказать? Я говорю, а что ж нельзя-то? Потому что, хоть эксперту будет приятно, да, что он выслушал, да, целый третий вариант и thank you for listening услышал. Потому что, если там в позиции ты другу фотографию презентируешь, то здесь задание такое абстрактное, то есть кому-то в компьютер ты рассказываешь, правильно? А что бы не было плохого, если мы сказали thank you for listening. Здесь точные позиции для ребенка, что надо сделать. Советы, особенно что касается трех точек внутри задания 9 УГЭ. А как работает система вступления, она, мне кажется, может быть очень часто одно и то же. Не знаю, понравится моим коллегам фраза put in puzzle, но она мне очень нравится. Вот the second, не знаю, не понравилась, а мне вот нравится put in puzzle. Поэтому, может быть, кто-то скажет an integral put, но я вот с детьми учу фразку такую хорошую, да, неотъемлемая часть. Как, коллеги, не будете против, да, а то вот снова скажете, что это неправильно снова. Поэтому, соответственно, посмотрите, тоже неплохой элемент совершенно. Дети не заложники должны быть на экзамене. Поэтому еще раз повторяю, некоторые вещи, хотите, не хотите, нам придется все равно как бы вот в классах своих договариваться с группой, что давай скажем так, так тебе будет проще, иначе ты просто растеряешься и вообще не знаешь, что сказать. А те скажут, вступления не было, заключения не было, связки не было. Поэтому на связки надо внимание обратить девятиклассника, хотя бы на самые простые, а куда без них-то? Рассказы-то не получатся из этих трех опций. Ну, а дальше просто тут появляются вещи, посмотрите, как вот работает этот рассказ, да, с точки зрения, там, кажется, тема книги, да, у нас идет. Снова пишут дети, это принцип написания всех наших пособий. Пускай они говорят своим языком. Когда я читаю книжки, когда написано взрослым, еще раз повторяю, это за километр просто видно. Я не думаю, что ребенок, который скажет, вот возвращаясь к новых, the second picture, мы должны его растерзать и сказать, ты неправильно сказал. Понимаете? Ну, давайте мы научим его грамотно, преграмотно, суперграмотно говорить. Но когда будет ситуация стрессовая, британец сам скажет, поверьте, потому что мы редактируем с ними вместе в команде, ничего страшного не происходит. Вот, правда, мне нравится слово to show the picture. Они мне все предлагают, британцы, сказать to give the picture, to give the picture. Они говорят, ну как-то то show, это вот неправильно, это в их понимании. А потом начинаешь другим британцам смотреть, а мы работаем специально на эту тему. Да ничего, он говорит, пропускаю совершенно. Поэтому здесь такая вещь, English has become a universal commodity. А коли он стал universal commodity, да, то очень странно порой обсуждать некоторые вещи, к сожалению. Ну вот появляется заключение. Оно у меня сделано и как бы для сильного ребенка. Мы вырабатывали с ними подходы с девятиклассниками, когда вот эту книжку писали. И варианты вот из серии thank you for listening. Они мне, конечно, не нравятся, скажу честно. Но если я как эксперт услышу, я не могу убивать ребенка за это, говорить, все, типа у тебя все плохо, ты какую-то дурость сказал thank you for listening. Ну сказал и сказал. А что он, разве неправильно сказал? Его тоже ему сказали. Говори с кем-то, разговаривай с кем-то, делай с кем-то. Поэтому ничего страшного в этой ситуации нету. Здесь показаны у меня советы, критерии, да, ну и в целом как работает вся система. Оставляю свой адрес. Коллеги, вот еще момент, да, здесь появляется записка, я просто объясню. Значит, смотрите, в прошлом году, когда мы в фотографиях говорили, I decided to show the picture to my friend, мы засчитывали. В этом году мы все-таки сказали сами себе, хотя в прошлом году понимали, должно быть to you, потому что он обращается к другу непосредственно. А если это происходит таким образом, да, то как бы считается, коммуникация нарушается. Вот этот момент я должен был не забыть сказать, у меня там презентация и заложен. Значит, презентацию спрашивают, где можно посмотреть. Вот вам, еще раз повторяю, электронный мой адрес. Пишите, будем с вами переписываться и, соответственно, будем вместе обсуждать. Спасибо большое, коллеги.